Но если поп-звезды могут позволить себе отменить концерт, то классические музыканты относятся к делу куда серьезнее. В Челябинской филармонии сегодня проходит праздничный концерт. С юбилеем поздравляют, пожалуй, самого известного челябинского дирижера Адика Абдурахманова, бессменного руководителя оркестра классика. С подробностями Егор Хвисюк. В Челябинской филармонии сегодня отмечают необычный праздник. День рождения, пожалуй, одной из главных своих звезд. 55 лет исполняется дирижеру, бессменному руководителю оркестра классика Адику Абдурахманову. Как рассказывают его друзья, музыканта всегда отличала крайняя активность. Он никогда не переставал творчески двигаться. Вот и сегодня он не смог усидеть в зале и вышел на сцену концертного зала вместе со своими друзьями и коллегами. Можно только сказать, что он еще человек, кроме всего, очень-очень доброжелательный, который всегда помогает и молодым каким-то музыкантам, и может поддержать кого-то и словом, и делом. И это еще одно его знаменитальное качество, как человека просто, наверное. И он очень-очень грамотный музыкант. Ну, так говоря, в Санкт-Петербургской консерватории кого попало, вообще не выпускали. Творческий путь Адика Аскаровича начался, когда он был еще совсем маленьким мальчиком. До 10 лет, как он сам рассказывает, он только и делал, что гулял с друзьями, играл в футбол и хоккей. Но тогда родственники решили, что мальчику пора заняться делом и отдали его в местную музыкальную школу. Сразу же стало понятно, что в тогда еще маленьком музыканте скрывается очень большой талант. Ведь на первом курсе он исполнял те произведения, которые с трудом играли старшекурсники. После этого он решил плотно связать свою жизнь с музыкой. Уехал в Санкт-Петербург, в консерваторию, чтобы отучиться. И, как сам говорит, именно тогда понял, что может делать действительно невероятные вещи. Ведь поступить в то учебное заведение было действительно сложно. Тем паче закончить его. После этого Адик вернулся в родной Челябинск и создал оркестр классика. Сейчас его знают не только в Челябинске, области России, но и за рубежом. Что касается творчества, начал работать еще здесь, в Челябинске, в кинотеатре Пушкина. Был такой маленький оркестр там. Потом после этого я работал в Михайловском театре в Санкт-Петербурге. После этого я работал в Челябинском оперном театре. После этого у меня появился наш камерный оркестр, мой камерный оркестр, который я основал и в котором продолжаю работать. На этом, как сам рассказывает Адик Абдрахманов, его творческий путь, конечно же, не заканчивается, а только начинается. Уже сейчас он вместе с оркестром планирует сразу несколько туров по Европе. Во Францию, Германию, Австрию. И еще одну европейскую поездку вместе с коллективом «Маленькая классика». Егор Хвисюк, Евгений Чекалов, ОТВ.